МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Натальи Токмагашева. И в начале выпуска коротко о главных событиях. Нам 70 лет. У нашего края великая биография. И складывается она из отдельных человеческих судеб. Кузбасс отмечает юбилей. Две внучки против одной бабушки или одна бабушка против всех сразу? Буду ждать смерти моей. Пенсионерка из Киселевска хочет жить в нормальных условиях. Первая в этом году гибель ребенка под колесами автомобиля. В Кемерове насмерть сбили 12-летнего подростка. Возраст, который не скрывают, им гордятся. Сегодня всем кузбассовцам от мала до велика 70 лет. На губернаторском приеме в честь юбилея области побывала наша съемочная группа. Красная изба пирогами и гостями. День рождения Кузбасса отмечают поистине всем миром и всей страной. Поздравить область именинницу приехали полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский, который зачитал поздравления от президента Владимира Путина. В зале знаменитые кузбассовцы, летчики-космонавты СССР Алексей Леонов и Борис Волынов. У нашего края великая биография, и складывается она из отдельных человеческих судеб, которые здесь жили, живут и будут жить. И каждая из которых неповторима. Рождение области пришлось на решающий переломный момент Великой Отечественной. Именно в этот день, 26 января 1943 года, советские войска зажали смертельное кольцо вражескую армию под Сталинградом. И это стало началом триумфальной победы нашего народа. В первых рядах в зале филармонии Кузбасса те, кто факты истории знает не по учебникам. Ветераны войны и труда, многие из них старше области. Вся история Кузбасса, 70-летняя, и история до нашей территории, когда еще не называлась она Кемеровской областью, заслуживает того, чтобы люди, живущие здесь, работавшие здесь, создающие историю своего родного края, которые являются форпостом, индустриальным форпостом России, жили радостно и счастливо. Даже из космоса Кемеровская область хорошо видна, сказал дважды герой Советского Союза Алексей Леонов. В ответном слове человек, бесстрашно вышедший первым в открытый космос, не смог сдержать слез. Алексей Леонов «Человек и аэропорт» преподнес области именинницы целую картинную галерею, 70 своих живописных работ и библиотеку книг по искусству. Рожденная в годы войны, Кемеровская область самой судьбой обречена на победы. Кузбасские угольщики работали за оккупированный Донбасс. В Новокузнецкий металл был одет каждый второй советский танк на фронте. Здесь работают в основном люди мужественных профессий. Это в первую очередь шахтеры, металлурги, химики. И сама профессия людей подвигает к тому, чтобы быть мужественными и добиваться побед. Это возраст свершения. Мы прекрасно знаем, кто стоял в Москве. Это сибирские полки, в том числе и из Кузбасса, в самое тяжелое время встали и закрыли в свою грудь в Москву. Мы знаем, что творили в тылу наши женщины, которые добывали уголь в Прокопьевске, варили сталь в Новокузнецке. Это годы послевоенные, когда при полной разрухе вся страна, в основном металл шел из Кузбасса, уголь шел из Кузбасса. Потому это надо говорить с достоинством и с гордостью. Нам всего 70 лет. К своему юбилею область подошла достойно. 70 лет назад шахтеры Кузбасса добывали 25 миллионов тонн угля в год. А совсем недавно угольщики области выдали на гора рекордные 200 миллионов тонн черного золота. Кузбасс – это один из передовых регионов нашей страны. Мы одни из первых в Сибирском федеральном округе по строительству, по заработной плате, по многим-многим показателям уровней жизни. И, конечно же, очень заметно, что многие инициативы, которые исходят из Кузбасса и законодательные, и применение каких-то вещей на практике, они, как всегда, очень передовые, такие, знаете, злободневные. Лучшая картинка за окном – строительный кран, считает губернатор области. Кузбасс сегодня – это огромная строительная площадка. За последние 15 лет новоселье справили 222 тысячи кузбасских семей. На следующий год мы должны полностью ликвидировать очередность детской сады. И, конечно, самая главная задача, которую мы должны решить, это благосостояние нашей страны. К 20-му году необходимо удвоить доходы населения, угонить. Заработную плату увеличить минимум в 2,5 раза. Совершенствовать дальше соцзащиту, особенно ветеранов, особенно детей. И какой же день рождения без сюрпризов? На приеме появилось два новых героя Кузбасса. Еще двое стали почетными гражданами области. Но главный подарок в юбилейный день рождения – 100 детей-сирот Кузбасса получили в собственность квартиры. Алексей Поляков, Людмила Казаченко, Константин Червяков. Новости моего города. Официально юбилей Кузбасса наступит только в субботу, но отмечать его область начала уже сегодня. В Кемерове в честь 70-летия региона состоялся праздничный концерт. На сцене музыкального театра имени Боброва не было ни одной приглашенной звезды. Кемеровская область и сама может похвастаться талантливыми исполнителями. Творческие коллективы из Шахтерского края прекрасно знают не только во всей России, но и в мире. Но сегодня они играли, пели и танцевали только для своих земляков. Президент Владимир Путин поздравил губернатора Омана Тулеева и всех кузбассовцев с юбилеем области. От его имени сегодня пришла телеграмма, в которой сказано, цитирую. Кузнецкая земля – настоящая опора России. Так было на самых переломных этапах нашей истории. Особый вклад внесли воины-сибиряки и труженики Кузбасса в великую победу. Сегодня ваш регион играет значимую роль в укреплении отечественной экономики. Реализует масштабные, востребованные временем социальные программы. Хорошим подарком к юбилею области стало знаменательное событие – Добыча – 200-миллионные тонны угля с начала 2012 года. Горная Шория станет местом проведения масштабных соревнований по снегоходному спорту. Побороться за специальный приз к 70-летию области съедутся любители самого зимнего вида транспорта со всего Кузбасса. Катание на снегоходах с каждым годом набирает все большую популярность в нашем крае. Поэтому необходимость выявления сильнейших в этом виде спорта возникла сама собой. Пионером в области проведения соревнований по гонкам на снегоходах в Кузбассе стал Ижморский район. Теперь эстафетную палочку переняла горная Шория. К массовому зимнему заезду сейчас активно готовятся как организаторы, так и сами любители прокатиться с ветерком по заснеженным равнинам и пригоркам. Есть возможность проехать туда, куда не ездил, и полюбоваться нашей природой. В тайгу, в горы, реки пересесть, те, которые замерзшие. Это один, так сказать, драйв. А второй, можно скорость развития. Кровь закипела, адреналин появился. Я думаю, это гораздо безопаснее, чем на мотоцикле. Это гораздо более свежий воздух, и никому не мешаешь, потому что это всегда можно сделать в поле, не на дороге. К нам в редакцию с просьбой о помощи обратилась 75-летняя жительница Киселевска. Любовь Зорина судится с родными внучками из-за жилплощади. Молодые родственницы и сами в квартире не находятся, и вроде бы как бабушку не пускают. Пенсионерка, между тем, живет в бараке под снос. Денис Новохадский побывал в гостях у бабушки и понял, в таких условиях жить нельзя. Улица Нахимова в Киселевске уже почти заброшена. Кого-то переселили, кто-то бросил здесь свои дома, а некоторые жители длинного переулка, окруженного шахтами и разрезами, вообще до этого дня не дожили. Вот и осталась любовь Моисеевна Зорина совсем одна. Зимой в доме холодно, летом нет воды. Постоянно грохочут взрывы на разрезах, а сейчас еще и снегом все замело. Для того, чтобы протопить в морозы постоянно выветриваемый дом, приходится в день приносить по 9 ведер угля. И дело даже не в том, что это около 100 килограммов, а в том, что 75-летней пенсионерке приходится перешагивать вот через такие сугробы. Вообще, Любовь Моисеевна должна была получить новую квартиру еще в 96-м году. Но судебная тяжба с шахтой Киселевской продолжается до сих пор. Пенсионерка уже не понаслышке знает и о процедурах банкротства, и об очередности выплат. Но понимает, что помощь добиться вряд ли получится. Можно было бы попросить внучек, да и те бабушку не особо жалуют. После смерти их отца, сына пенсионерки, девушки решили, наследство, однокомнатную малогабаритку, отдавать никому не собираются. Как я там жить полностью, за них еще платить, за себя не понимаю, как я могу туда перейти, если надо мной они ждут моей смерти. Но моя сына говорит, ну хоть так будут ждать, хоть так будут ждать, будут ждать смерти моей. Поэтому и не остается ничего, как доживать остаток жизни в аварийном доме, построенном еще в 57-м году. Нам удалось связаться и с внучками Любови Моисеевны. У них своя правда. Говорят, что с бабушкой особо после развода родителей не общались, а та после смерти их отца тут же подала на них в суд. Мол, они недостойны наследства. Да и на компромисс пенсионерка не идет. Ей предлагали деньги за ее долю в однешке или выкупить квартиру. Да вот только с пенсией в 10 тысяч рублей такую сумму не собрать. Поэтому для Любови Зориной единственный выход – судиться и с шахтой Киселевской, и со своими внучками. Денис Новохадский, Константин Алехин. Новости моего города. Как разрешится конфликт и удастся ли пенсионерке переехать из барака, смотрите в это воскресенье в программе «Горячая линия». Если и вы не можете поделить жилплощадь с родственниками, звоните и задавайте вопросы. В прямом эфире на них ответят эксперты. Телефон 8-933-300-0300. Включайте свои телевизоры 27 января в 20.00. Не пропустите. В это воскресенье, кроме программы «Горячая линия», смотрите выпуски новостей в 15.00 и 21.00. В них будут освещены досрочные выборы главы Кемерова. Вся самая актуальная информация только у нас. Не забудьте включить телеканал «Мой город». В Кемерове под колесами машины погиб 12-летний мальчик. Это первая в этом году смерть в ДТП. И, увы, погиб ребенок. На улице Сибиряков-Гвардейцев подросток стал перебегать улицу в неположенном месте. Мальчик торопился на тренировку. На него наехал автомобиль Toyota RAV4 с прицепом. Водитель рассказал. Начал обгонять автобус, который ехал в крайнем правом ряду на аварийной сигнализации. И тут прямо перед машиной выбежал ребенок. Он прямо с той пешеходной дорожки просто выбежал. Я хотел уйти туда, на эти вот бежи. Трубы. Ну, не было на встречке никого. Хотел уйти на трубы. Вроде как ушел. Дальше я не видел, как он об телегу, об что он ударился. Мальчик ударился о прицеп и от полученной черепно-мозговой травмы скончался на месте. Тропинка, с которой он выбежал, хорошо протоптана. Значит, каждый день там точно так же, как и погибшие, перебегают дорогу. Кемеровская госавтоинспекция в очередной раз напоминает родителям. Не показывайте дурной пример своим детям. Не переходите улицу в неположенных местах. Никто не застрахован. Ребенок может погибнуть, копируя вас. Ребенок может погибнуть, копируя вас.